Будут красивыми и современными. В Кировской области готовятся к капитальному ремонту детских садов. По поручению Владимира Путина для этого в регионе создадут специальную программу. Губернатор Александр Соколов уже поставил задачу по подготовке необходимой документации. В чем суть программы и как она поможет детским садам, узнавал Александр Бушмакин. Саша, ну какова ситуация с детскими садиками? Критическая? Нет, не критическая. И сейчас активно ведется работа, чтобы как раз такой ситуации не было. Дима, вот ты помнишь свой детский сад? Ну да, издалека что-то пропоминаю. Вот какой он был? Тебе хотелось туда пойти, там было уютно? Ну, вспоминаю, что мне там было уютно, там были очень замечательные воспитатели. Летом, когда мы уходили на каникулы, мне хотелось свернуться им в садик. Вот сколько лет прошло уже, как ты уже не ходишь в садик, а история актуальна. Дело в том, что я пообщался с многодетной мамой, она рассказала, что ее сын ходит в муниципальный садик в Кирове. И вроде бы все хорошо, вот как прямо у тебя. И заведующие, и воспитатели, все стараются создать лучшие условия для детей. Но вот с ремонтом есть трудности. Не все в силах руководства садика. И нужна поддержка, говорит мама Евгения Валикжанина. Я думаю, что такая проблема есть не только в нашем детском садике, но и в других. Поэтому нужна федеральная программа. Деньги могли бы быть потрачены на сам ремонт, на работы, на закупку светового и музыкального оборудования, на методические материалы. Я думаю, что это очень важно. А сколько всего у нас детских садиков в регионе? Больше 400. Ежедневно туда приходят свыше 50 тысяч детей. И я хочу заметить, что в некоторых районах до сих пор есть садики с печным отоплением. Я так понимаю, что в законодательном собрании Кировской области есть некие предложения, как решить проблему с ремонтом? Да, как решить проблему с ремонтом, с оснащением вообще детских садов. Заместитель председателя УЗС Ирина Морозова еще в марте 2022 года предложила разработать комплексную программу капитального ремонта дошкольных учреждений. Вышло с предложения на стратегической сессии женщин-депутатов при Волжье. При Волжье получила их одобрение, а затем инициативу поддержали на ассоциации законодателей ПФО. И вот что говорит сам автор. Это должна быть федеральная программа. Ее продолжительность, конечно, должна быть больше года. Мы понимаем, что за один год ни один строительный рынок даже не выдержит такой объем средств. Мы предполагали, что она должна быть по аналогии с капитальным ремонтом школ. То есть обязанностью субъекта будет подготовка соответствующей документации. Возможно, какая-то часть софинансирования. Но большая часть денег все-таки должна быть федеральная. Насколько мне известно, программа по капремонту школ уже реализуется в нашем регионе. Да, все верно. С 2022 года по инициативе президента страны стартовала федеральная программа модернизации школьных систем образования. Благодаря ей в Кировской области уже капитально отремонтировано 15 школ. Приоритет был отдан сельской местности и малым городам. Вот давай посмотрим один из результатов. Это школа в поселке Лесном Верхнекамского района. Ремонт обошелся на сумму более 43 миллионов рублей. Как рассказал глава Верхнекамского муниципального округа Игорь Суворов, там сделали практически все. От старой школы остались столько стены и перекрытия, говорит сам Игорь Суворов. Капитально отремонтировали школу и в Светлополянске на сумму более 70 миллионов там же Верхнекамском районе. В основном деньги и там, и там федеральные. Кроме нового облика, конечно, школы получили возможность обновить учебное и спортивное оборудование, мебель. Каждой школе на это было выделено дополнительно еще по 10,7 миллионов рублей. Так, и когда начнется программа по детским садикам? Ну, как рассказали в ОЗС, старт предполагается с 2025 года. В этом году, в 2024, идет подготовка вот в Верхнекамском районе проектно-сметная документация уже на госэкспертизе. Ну что же, будем ждать обновления детских садиков. Спасибо, Саша. Ну, а мы продолжаем.